МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дарья Миронова, экстрасенс, лицо русской экстрасенсорики. Практика 23 года. Специализация межличностные отношения и предсказания будущего. Тебе тоже есть что сказать? Хочешь, чтобы тебя услышала и увидела вся страна? Нет проблем. Просто заходи на сайт проекта, общайся, делись своим мнением и становись нашим народным экспертом. Все очень просто. Новый день на вилле начался как-то очень по-старому. Не пойду, ты куда собираешься? Девочку новую, что ли, ждешь или что-нибудь? А? Конечно, жду новую девочку. Амина обиделась, побесилась. Ну и полезно. Ее ревность – это ее враг. Просто она уже думала, что я оделся специально для новой девочки, чтобы ее соблазнить. То есть это логика Амины. Но мы-то знаем, что все эти ссоры только для того, чтобы добавить перца в отношения. Новой девочке не ожидается. Но мы не ждем никого, потому что все хорошо. Тем более, что сразу после завтрака Амину ждал приятный сюрприз. Алло, мамуль! Ой, привет! Сонце, как ты? Мам, у нас все хорошо вообще. Я не пью вообще ни капли сейчас. Вот. И меньше ругаюсь матом. Все вообще круто, мам. Мы сейчас выпускаем еще вторую коллекцию. Вот сейчас шьем. Сразу видно, что Амина – примерная дочка. Молодец. Хорошее отношение с мамой дорогого стоит. Большое, очень приятно от вас эти слова. Я думаю, что все будет хорошо. Нервозно, конечно, было. Особенно с папой с Амином разговаривать. Он такой человек у нее. Серьезный. Амина и Джексон, несмотря на свои постоянные ссоры, в последнее время просто умнички. Я надеюсь, так пойдет и дальше. Но в таком важном деле нужно знать наверняка. Уточним у Дарьи. Действительно, сейчас у Амины и Джексона золотой период в отношениях. Их ссоры только разжигают взаимную страсть и подливают масло в сексуальный огонь. Но продлиться это недолго. Уже завтра пару ждет серьезные испытания. Но замолкаем. Иначе вам просто неинтересно будет смотреть. Что ж, ждем с нетерпением завтра. А пока вернемся к остальным участникам. Смотрели, что вы там говорили. Это просто даже... Ну как бы это мужские разговоры. Что здесь такого? В принципе, все, что непристойное говорил Эрик, я все это знала. Поэтому мне как-то было довольно-таки весело. Нет, чтобы всем скопом поголотить, они расползлись по норкам и давай жаловаться. Хорошо, что тебя там не было. А то ты мог бы какую-нибудь такую сморозить. Нет, ну правда. Ты не знаешь, что там говорили, Елисей, что ты... Да, что это плохо. Вот у кого точно бесполезно искать сочувствие, так это у Елисея. То ли дело Вэл. Вот кто нас, девушек, понимает. Рома сказал то, что, ну, видно, волнение додает. Он еще... А, он сказал, да. И типа, вот, Ерик подакивал. Я был шокирован, Полина была шокирована, потому что там столько много грязи от людей близких, которым ты доверяешь. Столько лицемерия. Естественно, ни в коем случае мы не хотели кого-то обидеть. После всего этого самое правильное, что может сделать Рома, это извиниться. Но этого парня я знаю слишком хорошо. Извинения не выводят. Для меня сегодня показался... Он воспитан просто настолько дурно, что становится просто неприятно находиться с ним рядом. Подожди, а почему ты ждешь от меня извинений? Почему ты ждешь от меня? Ее отресты. Потому что ты оскорбил меня, оскорбил ее. Еще мне тыкать, ты обязан, ты должен извиниться передо мной. И как бы... У меня, естественно, желания перед ними извиниться не будет. Но почему он такой упрямый, этот Рома? Может быть, звезды дадут нам ответ на этот вопрос? Овны действительно один из самых упрямых среди зодиакальных знаков. Эти люди всегда уверены в своей правоте на 100%. И переубедить их задача по большей части невыполнима. Признать свою неправоту для Овна равносильно разрушению главных основ мироздания. Он просто не может ошибаться. А тем более он не может допустить, чтобы его ошибку заметили другие. Я когда решу, да, я всегда подогрю. Ты это прекрасно понимаешь. Не надо, что это решишь. Понимаешь? Потому что я с тобой очень хорошо общаюсь. Не надо мне этим тыкать. Ты должен, ты обязан. Я ничего здесь никому, ничего не обязан, не должен. Я еще буду работать. Понимаешь? Ой, как же тяжело с этими Овнами. Такие они все щепетильные. Впрочем, со всеми остальными не легче. Об этом чуть позже. Не переключайся. Жене, нужно искать себе другую пассию. Жаклин рождена под знаком льва. И звезды щедро одарили ее всем, о чем только можно желать. Блин, ты мне... Мы снова вместе, я Виктория Боня, и ты смотришь «Мексиканские хроники». Рома сегодня выступил не только в роли хама и обидчика. Он также решил попробовать себя в романтическом амплуа. Женька! Ну что, давай наслаждаться. Спасибо тебе больше. Дай тебе чему-то. Спасибо. Это приятно. Ну, на самом деле, Женя сама напросилась. Что это вы на меня так смотрите? О-о-о! Вау! Блин, а это что такое сливки? Я думаю, этого хватит. Блин, это что? Хорошо? А где будем? Я тоже хочу. А ты для меня сделаешь как-то что-нибудь такое? А где будем? Пожалуйста, блин, ну это красиво. Конечно, сделаем. Это все, конечно, мелочи. Главный результат, которого мы все так заждались. А что это ты мне, свиданка, сделал? Ну, даже нет, это же не свидание? Ну, говори, свидание, мини. Мини-свиданка, да? Я ничего в этом плохого не вижу. Почему-то не... У меня есть женщина, с которой я общаюсь прекрасно сейчас. Мне хочется, чтобы была девушка рядом с нами, которая будет меня заряжать энергией. И она меня заряжает на данный момент. И это хорошо очень. И я наслаждаюсь своим отдыхом, кайфую. Как-то это все опять несерьезно. Интересно, эти двое так и будут продолжать водить нас за нос? Или все-таки мы увидим настоящее хардкорное продолжение? Спросим мнение экстрасенса. Нет-нет, и еще раз нет. Жене нужно искать себе другую пассию. С Ромой у них ничего не получится. У них абсолютно разнонаправленная энергетика. И сексуальные притяжения тут отсутствуют вообще. А без этого никаких отношений не построить. Тем более, что они настолько друг к другу равнодушны, что даже не в силах притворяться. Выходит, хэппи-энда я не дождусь? Ну, я так не играю. Можно я все-таки буду надеяться? Тем более, что Жене свидание, кажется, понравилось. Слушай, а ты рассматриваешь Рому как его потенциального мужчину своего? Ну, для меня он приятный молодой человек. То есть, все-таки он... Приятный молодой человек. Не, но он как мужчина имеет какие-то шансы, да, в твоих глазах? Ну, шансы есть. Практически всегда, да. Как любая девушка здесь хочет отношений. Но влюбиться я там не влюблена в этого человека. Но то, что он мне нравится и симпатичен, это однозначно. Ну, как дети. Мне кажется, эти двое, Рома и Женя, просто очень инфантильные личности. Поэтому у них и не получается ни с кем построить отношения. А что думает по этому поводу наш психолог? Психологическая незрелость или инфантилизм? Есть присутствие детских черт в поведении, мышлении или реакциях, которые не соответствуют возрастным требованиям. Такой человек, как ребенок, которого родители или общество соблазнили, к игре «Я маленький». Стоит добавить, что проявление детской позиции и детских черт у взрослого ребенка не патология, а культурная норма современного общества. Признаками инфантилизма могут быть безответственность, несамостоятельность, неумение контролировать свои чувства и желания, поведение и реакции. Обида на критику, месть, раздражение. Да ну их прям надоели, противные. Морочат порядочным людям вроде мести праздник. Причем готовиться начали еще с утра. И идея у всех была просто море. А что Ксюша с Елисеем придумают? Ну все, готово, да? Глянь, вообще классно, да, получилось? Я надеюсь, что Жаклин понравится. Да ей понравится очень. А у Жени просто-таки талант рисовальщицы прорезался. Чуть-чуть, это худая версия Жаклин. Это я нарисовала. Ты рисуешь? Ты рисуешь? Вы не знали? Мне прям выручку не получилось, чтобы я знал, что я рисовала. Это же так шутка, но говоришь, что это так. В общем, все молодцы. Я думаю, наш астролог не откажется в честь праздника составить для Жаклин персональный гороскоп. Жаклин рождена под знаком льва. И звезды щедро одарили ее всем, о чем только можно желать. Она красива, сексуальна, грациозна. В любом деле ее ждет успех и преуспевание. Ведь, как все мы помним, львица – это настоящая царица. Очаровать ее нелегко, но зато счастливчика ждет поистине королевская жизнь. Ведь из львиц получаются превосходные жены. Они все делают по первому разряду от обеда до стрижки. И любой мужчина рядом с ними становится немножечко монархом. Мои искренние поздравления, Жаклин. И удачи ей на проекте. Ой, расхвалили, расхвалили. Надеюсь, Жаклин не начнет зазнаваться после этого. А тем временем ребята успели хорошо подготовиться и устроили Жаклин настоящий сюрприз. В честь твоего дня рождения мы хотим передать тебе частичку себя. Ты когда-нибудь была на рок-концертах? Нет. Тогда я научу тебя, что нужно делать на рок-концертах. Или сей музыку. Нужно споять. Ты стихи головой. Так. И главное кидать козу. Вытягивай ткань и нажимай на педальку. Вот видишь педальку? И сейчас она сама пойдет. То есть тебе надо контролировать. Сейчас я тебе в пальцы пришлю. Не бойся. Начинай. Да. О! Давай. Не бойся, не бойся. Вытягивай. Ух. Раз. Два. Раз. Мечтором из глаз. Два. Отстань, смех. Залезай. Залезаю. Давай. Оргия. И последний этап, это была башня, где ждал я ее. Мы все уже догадались, что там ее ждет самое вкусное. Малышка, я тебя поздравляю с 22-летием. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда осталась такой красивой. Чтобы всегда ты в душе была ребенком. Независимо от того, сколько тебе лет. Чтобы ты всегда попадала в заблуждение мужчин. И чтобы они всегда были рядом с тобой. И рядом были только достойные. Что же такое любовь? Я задаю вопрос. Страдания, муки, боль. Работа на износ. Становимся зависимы, как наркоман от дозы. Так близко пропускаем, верим, ждем. Ну а потом льем слезы. А ведь не так совсем, все далеко не так. Любовь это эмоции, счастье. По-моему, ребята замечательно все придумали. Мне бы понравилось такое поздравление. И, кстати, это еще не конец. Какой же день рождения без вечеринки? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Javi! Happy birthday... Я тебя тоже поздравляю, Жаклин. Расти большая-пребольшая, умная-преумная, красивая-прекрасивая. Блин, ты мне прям... Ну а главное мое пожелание для всех участников и зрителей проекта найти настоящую любовь. Оставайтесь с нами. Ты, моя моя девочка, мне дошло твое письмо. Наконец-то я так ждала этого. Я в шоке, что у тебя опять очередной порно-актер. Мне было очень неприятно, что это письмо попало каким-то образом к Эрику. Лисе, я тебе говорю, не надо перегибать палку, не надо сейчас меня оскорблять. Они оба упрямы и оба будут стоять на своем до конца. Все нервы мне вытрепли. Все нервы вытрепли. Реально. Время моей любимой рубрики. В эфире Народный эксперт. Всем привет. Я Любовь Поленок из Москвы. Хочу попробовать себя в качестве народного эксперта на программу «Мексиканские хроники». Амина и Женя. Странные они пары. Амина бьет и оскорбляет всех участников на вилле. А Женя и ее. Я бы не хотела оказаться рядом с ними. Но, если честно, мне кажется, они изжили себя и, в принципе, показать им больше нечего. Поэтому им пора домой. Как говорится, дорогу молодым. Всем спасибо. До встречи. Смотрите «Мексиканские хроники» на МТВ. Про секс мне не очень эта идея нравится. И Игорю, Саше, это тоже. Может, ты же воздержишься, любимая. Я понимаю, тебе хочется, но подумай, стараться перед тем, что ты сделаешь. Я тебя очень сильно люблю. Очень рада, что у тебя там все хорошо. Кстати, я маме... Жаклин, тут письмо пришло. Мне? Да. А что, такое большое? Да, можешь сначала начать. Это от подруги. А, любимая моя девочка, мне дошло твое письмо наконец-то. Я так ждала этого. Я в шоке, что у тебя опять очередной порно-актер. Я начинаю читать, понимая, что там полная жизнь про секс. Уже все прочитали половину. Я не понимаю, мне кажется, это мое личное. Мне было очень неприятно, что это письмо попало каким-то образом к Эрику. Ой, было бы из-за чего расстраиваться. Да эти так называемые друзья просто тебе завидуют. Ты плакала сейчас? Почему? Потому что мне это неприятно, что всем зачитывают мои письма. Тебе были не такие письма. Никто не прочитывает. Ну, слушай, если у тебя есть какая-то любящая тебя подруга, друзья, любящая, но в этом нет ничего плохого. Мне реально все равно, какая у тебя жизнь в Москве. И чем ты живешь, чем ты, кто там, что там. Я живу настоящим, мы здесь. Мы вместе, у нас нормально все. Поэтому я не волнуюсь, что там, чего там. Вот, видишь, Жаклин, ты и сама все правильно понимаешь. Молодец. Советую на такие вещи просто забивать. А то плакалки не хватит. Но, может быть, наш экстрасенс думает иначе? Уточним. Знаете, мне кажется, Жаклин расстроилась именно потому, что в душе она немного согласна с мнением своих друзей. Эрик не лучший партнер для этой девушки. Ей бы больше подошел мужчина постарше, поспокойнее, по обеспечению. Жаклин из тех девушек, которые всегда в мужчине будут искать отцовскую фигуру. И в этом смысле Эрик, конечно, не вариант. Друзья, видимо, хорошо знают девушку. И, может быть, к их советам стоит прислушиваться. Тем более я вижу, что ситуация для Жаклин очень скоро и очень сильно изменится. Вот так вот, да? Ладно. Но если Жаклин нужен папе, то она явно приехала не по адресу. У нас на проекте только свежак. Ну, возможно... Мужчина. Как там, интересно, поживает наша неспокойная пара Ксюша и Елисей? Неужели угомонились? Сука, ты глядешь? Елисей, завтра придет к этой долгожданной новой девушке. А нет, вижу, все в порядке. Все как всегда. Да, Ксюша просто энерджайзер какой-то. Совсем мужика заклевала. Елисей, я тебе говорю, не надо перегибать палку и не надо сейчас меня оскорблять. Я не оскорбляю. Чем? Потому что ты уже все нервы мне вытрепил. Все нервы вытрепил, реально. Ох, чувствует мое сердце, добром такое поведение не кончится. Единственное, на что еще можно надеяться, это только на удачное расположение звезд. А ведь завтра на проект придет новенькое. Ксения, это прямая угроза для тебя. По-моему, Елисей уже устал от твоего постоянного капания на мозги. Советую сменить тактику. Причем срочно. Ну вот и закончился еще один день на Вилле в далекой Мексике. Это был хороший праздничный день. Все были заняты общим делом и ребята почти не ссорились. Но надолго ли выцарился покой на нашем проекте? Чем порадует нас день завтрашний? За прогнозом, как обычно, обратимся к нашим специалистам. На небе все спокойно, ничего мешать не будет. Поэтому завтрашний день благоприятен для принятия судьбоносных решений. Рыбам в первой половине дня придется поволноваться. Но вечер с лихвой окупит утренние неприятности. Весам предстоят серьезные свершения. Бояться их не стоит. Сегодня ваш день. Водолеев ждет небольшое разочарование. Овны будут приятно удивлены и получат новый материал для размышлений. Девам лучше ничего не предпринимать вообще. Ну а львы должны быть готовы к началу черепа. Главное, смотри ежедневно каникулы в Мексике. А с тобой была я, Виктория Боня и мои мексиканские хроники. А на сегодня у меня все. Увидимся. Адьос.